В нем гаража Теслы размножаются. Закон притяжения работает. Что любишь, то к тебе и тянется. Tesla Model 3 Long Range Real Dry Motor. Только с мотором сзади. Model X 100D. Американская версия. Тоже она уже вышла с сервиса. С ней все окей. Сейчас заряжается от моего. Трозеточки здесь. Ну и моя. Model 3 Long Range AVD 4х4. Все. Едем во Львов. Везем черную Model 3. Завтра возвращаемся по серого X. Так, что у нас здесь? Здесь 100 километров. 100 километров ушло. Странно. Ну че. Че демо не отключили. Так что все будет хорошо. Доедем. Долетели быстро до Люблина. Икеа. Долетели быстро до Люблина. Икеа. 100 километров. Здорово русской. Так что летим. Смотрите. Я ехал по трассе постоянно. 140 километров в час. И смотрите. Расход 23 киловатт часов на 100 километров. Проехал я 176 километров. Вполне неплохо. На моем, на моей Самбе Tesla Model 3 Long Range Dual Motors при 140 у меня берет 22. 23 километров. 23 киловатта при 2-3 градусах Цельсия. Экономия налицо. 24 километров. Но в городе было асфальт мокрый. Несколько раз стартовал, как я люблю, на светофорах. И, конечно же, задний привод показывал себя. Колеса просто скользили и, соответственно, никакого ускорения не было. Окей. Идем в Икеа. Быстро перекусим. Кстати, рекомендую всем заезжать на эту зарядку Greenway. И идти в Икеа. Хоть магазины закрыты, но открыто быстро кафе на первом этаже, потому что на втором этаже ресторан закрыт. И кафешка тоже открыта. В кафешке рекомендую кофе и вкусные такие тортики с шоколадом. Не знаю даже, как оно называется, но очень классно. Они с правой стороны у них стоят. И в Бестро кафе. Такие комплексные обеды. Кто вегетарианин, тому очень понравится. Такие... Тут они называются клопсики. Такие шарики. Шарики как бы мясные, но они... Там нету ни грамма мяса. Все, пошли. Всем привет. В Икеа пока сходил в магазин. Зарядили 100 километров. Посмотрите, что я купил. Вот уже не 40 киловатт заряжает, а 43 киловатта. 162 километра, не 100 уже зарядили. Смотрите, взял кофе. Специально для... Спешили ту гоу. Свежие, горячие и чудесные. Delicious. Кстати, всегда брал шоколадные такие тортики. Сегодня взял белые, мигдалевые. Попробую. И Икеа уже делает свои батоники. Сказали же, похожие на сникерс. Попробуем потом позже. Позже в дороге, что это такое. Ну и, конечно же, эти... Флопсики, чипсики. Вот эти все, которые я вам говорил, рослинные. Он сказал на кассе, что хочу пюре, картошку. Но она мне дала фритки. Значит, я хочу фритки. Все экологически. Деревянные ложки, деревянные игрушки. Прям как в детстве. Вспомнил. Всем приятного. Так, не успел доесть уже 206 километров. Попробовал только что этот тортик. Супер. Рекомендую тоже брать и шоколадный, и этот белый с мигдалем. Класс. Клопсики. Сегодня, я не знаю, сегодня, наверное, повар был в ударе вообще лучше, чем всего. Или в кафе. Лукаш тоже мне кофе сделал классное. Так, быстро допиваю и нужно лететь, потому что до 6 должен успеть переехать границу. Потому что тогда не успею сделать сегодня тест на ковид. Все, покушали. Сергей Валерьевич, покушали. 281 километр. Залили. Раскрутилось с 40 до 46 киловатт в час. Гринвей. Это очень, очень даже хорошо. 313-310 километров в час. Вливается в черную мамбу. И будем ехать дальше. Будем ехать. Все. Закончили. Пообедали. Очень вкусно. Спасибо IKEA. И едем во Львов. Подъезжаем к границе. Гребене. Срава русская. Смотрите, какой расход. При минус 1 градус. Расход 17 киловатт на 100 километров. Мы проехали 145 километров. 23 километра было трассы. 140 там ехал. И потом проселочные дороги 50-70, максимум 90. Так и ехал, не нарушая. Посмотрите, какой расход. 17 киловатт. 17 киловатт у меня даже летом не было на Дуал Моторс. На моей Тесле. Так что довольно, довольно неплохо. Чувствует, чувствует она, что скоро попадет в Украину. Так и подрывает ехать быстрее. Но скользко, скользко. Ни разу не жалею, что взял себе Дуал Моторс. Сколько раз говорил и буду повторять. На светофорах я там вставал на 5 минут на заправку. Нажимаешь газ, задние колеса прокручиваются. ЭБС, ЕСП, все эти ЭБД срабатывает. И не едет машинка так, как хотелось бы. Ускорения нету этого. Ну, потом, конечно, по трассе, когда уже ровно, тогда уже там почти не чувствуется. Кроме того, что я уже вам рассказывал, что руль не так чувствуется из-за того, что нету спереди мотора и нету полосик. Соответственно, чуть-чуть так виляет, виляет и руль, и машинка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok